Партнер программы события Лицкий хлебозавод Мы используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью На канале ЛиДТВ информационная программа события На этой неделе с новостями региона вас буду знакомить я, Алексей Водейко Здравствуйте! Сегодня в выпуске Есть первая тысяча тонн Водитель хозяйства Вагарко-Агра Валерий Есюкатис на уборке 2018 Стал первым водителем-тысячником в Лицком районе Погода особо меняться не собирается Жара задержится в Беларуси Бывших моряков не бывает Личане, служившие во флоте, отметили день военно-морского флота Приехать на малую родину, чтобы победить Житель Заславля стал лучшим рыбаком Лицкого района Белорусские аграрии преодолели двухмиллионный рубеж По намолоту зерна в лидерах по воловому сбору Брестская область Где намолочено почти 665 тысяч тонн На втором месте с 530 тысячами тонн Гродненщина Свой вклад в этот показатель внесли и Лицкие хлеборобы Они в общий каравай добавили около 19 тысяч тонн Если учесть, что из почти 21 тысячи гектаров Отведенных в хозяйствах личных от зерновых и зернобобовых Сейчас скошены около половины То очевидно, что погода сказалась на урожайности Если в прошлом году с одного гектара убиралось более 30 центнеров То сейчас 20 Этим объясняется и отсутствие в регионе комбайнеров-тысячников На сегодня лучший результат показывает экипаж Юрия Антоновича и Франца Бугаи Сельхозпредприятия Можейкова На их счету с учетом РАПСа сегодня утром было почти 850 тонн зерна Если комбайнеров-тысячников в хозяйствах Лицкого района пока нет То первый водитель-тысячник был определен уже более недели назад В субботу, 21 июля, Валерий Ясюкатис из сельхозпредприятия «Ваверка Агро» Перевез с полей свою первую тысячу тонн зерна нового урожая Передовика сжатвы, не отрывая от работы, чествовали Руководитель обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения И председатель райкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Валерий Ясюкатис работает водителем в сельском хозяйстве уже 30 лет Нынешняя жатва в его профессиональной биографии тоже 30-е И практически каждый год он в лидерах на перевозке зерновых культур с полей Правда, первым водителем-тысячником в нашем регионе Валерий Альфредович стал впервые Появление гостей, представителей профсоюзных организаций и журналистов Его несколько смутило, дало о себе знать скромность После поздравлений и пожеланий дальнейшей результативной работы на уборке Первому водителю-тысячнику Улицкого района От Белорусского профсоюза работников здравоохранения была вручена денежная премия А также вымпел с надписью «Лидер трудового соревнования» Ощущения хорошие, конечно, приятные Работаешь, стараешься, когда тебе что-то ради труда этого Компенсация какая-то, конечно, приятно Работал, как всегда Работа – милый день, малый Для награждения рабочий процесс у передовика жатвы был приостановлен лишь на несколько минут Как только чествование завершилось, он поспешил к машине Последние 12 лет Валерий Ясюкайтис сидит за рулем МАЗа, грузоподъемность которого – 20 тонн За день, во время жатвы, он делает до 10 рейсов по маршруту – поле зернохранилища Говорит, в этом году перевезти тысячу тонн было непросто Урожайность зерновых в хозяйстве невысокая – всего 18,5 центнеров с гектара Однако на вторую тысячу Валерий Альфредович всё-таки замахнулся На сегодняшнее утро на его счету уже было почти полторы тысячи тонн перевезённых с полей зерновых культур Денежная премия от обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения Была вручена в этот день и семейному экипажу комбайнеров хозяйства «Белеца Агра» Анатолий Мулинский и его дочь Оксана впервые работают в паре на уборочной Но отец на свою помощницу не жалуется, наоборот, хвалит Как ваша дочь трудается? Молодец, не жалуюсь Оксана не один год наблюдала, как отец с утра до вечера работает в поле во время уборочной Как переживает за урожайность и на молоты Поэтому решила и сама попробовать себя в качестве его помощника Пока не разочаровалась Попробовала, как бы пока мне всё нравится, всё устраивает Ну и всё-таки с отцом работать довольно-таки приятно А вообще работа тяжёлая? Работа, ну как сказать, любая работа тяжёлая Но если работа предоставляет удовольствие, то она не такая уж и тяжёлая Да, я очень довольна Я надеюсь, что это не первая, не последняя моя уборка будет Семейный экипаж Анатолия Мулинского и Оксаны Втюрина И за день при хорошей погоде намолачивает от 30 до 50 тонн зерна На сегодня в сводке общий намолот у них 655 тонн В хозяйстве «Белеца Агра» это лучший результат среди 10 экипажей Наш обком профсоюза работников здравоохранения закреплён Залитским районом Естественно, мы стараемся помочь, ну скажем так, не в уборке, а тем людям, которые занимаются этой уборкой Потому что сбор хлеба это всегда был труд нелёгкий, тяжёлый, сложный Поэтому сегодня цель была отметить лучших, которые на сегодняшний день Вот мы встречались с водителем, который перевёз уже более 1000 тонн зерна Ну и вторая причина, это, конечно, почествовать семейные экипажи Потому что это не так часто встречаешься, тем более, когда экипаж мужчина и женщина Папа и дочка, это, конечно, очень хорошо и правильно Это и дополнительный заработок, ну и, естественно, чем может сегодня профсоюз Материально поддержать, чтобы люди не были обделены вниманием Как и каждый год, за ходом уборки в Лисском районе следит райком Белорусского профсоюза работников АПК Ежедневно он собирает информацию о намолотых экипажей, комбайнеров И объёмах, перевезённых водителями зерновых культур В нынешней жатве в регионе задействованы 87 экипажей комбайнеров и 62 водителя Ещё более 20 человек работают на зерносушильных комплексах В этом году в уборке урожая принимает участие 87 экипажей и комбайнеров Среди них 11 семейных экипажей, 4 молодёжных экипажа Также на отвозке задействовано будет 62 водителя, а среди них 7 молодых водителей Сейчас в Лисском районе два водителя-тысячника В минувшую среду свою первую тысячу тонн зерновых культур с полей перевёз водитель сельхозпредприятия «Ётки Агро» Юрий Карабан Если не будет дождей, то уже на этой неделе, считают в райкоме Белорусского профсоюза работников АПК В Лисском районе должны появиться и первые экипажи комбайнеров-тысячников Все шансы стать лидерами есть у Юрия Антоновича и Франца Бугая из хозяйства Можейкова Которые на сегодня намолотили 838 тонн зерновых культур 15 обращений, из которых больше половины касалось работы жилищно-коммунального хозяйства Такой была прямая телефонная линия, проведённая в субботу заместителем председателя Лицского райисполкома Виктором Пронюком Личане просили благоустроить дворовые территории и заделать стыки в панельном доме Сделать капитальный ремонт дома и отремонтировать входные группы в подъездах Жаловались на высокую стоимость за проживание в одном из общежитий города И большие расценки за услуги по установке газовой колонки Сельчане же в основном поднимали дорожную тему Они просили благоустроить, либо заасфальтировать улицы Высказали пожелание заасфальтировать свою улицу и жители улицы Авиационной в Лиде На этой неделе в субботу прямую телефонную линию в Лиде проведёт заместитель председателя райисполкома Виталий Невера Вопросы жители нашего региона смогут задать ему с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43 В Лидском районе под колёсами автомобиля был травмирован велосипедист ДТП произошло в воскресенье около 14 часов в районе деревни Доржи 33-летний мужчина на автомобиле Пежо ехал со стороны Лиды по автодороге Лида-Слоним-Бытень И совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 72-летнего велосипедиста Перед столкновением пенсионер совершал манёвр левого поворота С различными травмами пострадавший был доставлен в районную больницу Как пояснил водитель автомобиля, он заметил, когда велосипедист начал подавать рукой жест поворота налево Но при этом не убедился в безопасности и начал совершать манёвр В это время водитель взялся правее в избежание столкновения и прибегнул к экстренному торможению Однако из-за маленького расстояния это сделать ему не представилось возможным День военно-морского флота отмечали в последнее воскресенье июля военные моряки на постсоветском пространстве Праздновали его и в Лиде Наши земляки, служившие в разные годы на флоте, по традиции собрались на берегу озера у спасательной станции И, согласно уставу районной организации военных моряков, подняли военно-морской флаг В праздничный день моряки вспоминали время, проведённое на флоте и обсуждали планы по развитию организации Мы впервые подняли флаг на Лидском озере в 1976 году За это время прошло 43 года, 43-я годовщина наша сегодня Поэтому вот за эти 43 года мы сделали, организация стала официальной Это раз, во-первых, музей сделали два Потом проводим беседы по школам, рассказываем детям В принципе, это история нашей личины, а история без прошлого не бывает будущего Поэтому история должна быть, и люди должны видеть морскую форму, видеть моряков в полном здравии И помнить их героев Маринецкая, Александр Иванович, это был такой случай, что молодёжь не знает Маринецкая Который потопил самый большой транспорт, немецкий транспорт, 70 экипажей подводных лодок Если бы не эта победа Маринецкая, то, может быть, война продлилась бы дольше Поэтому память героев и наши встречи – это большое значение для нас и для наших моряков личины Самым жарким днём этого лета в Лиде стало минувшее воскресенье Вчера лицкие метеорологи зафиксировали 30 градусов тепла И жара не собирается пока покидать Беларусь Хотя на этой неделе, по прогнозам синоптиков, она немного спадёт Ещё завтра по Гродненской области будет до 30 со знаком плюс Со среды же температура опустится до 24-29 градусов Когда столбик термометра задерживается у отметки 30, с последствиями такой погоды непросто справляться всем Липень в этом году отрымался спякотным Середняя температура поветра у Лиде перевышает климатичную норму на 4 градусы Самым хорошим днём месяца и одночасово самым хорошим днём сё летнего лета стала неделя 29 липеня Колеслопок термометра спынился на отзнации 30 градусов Але это не рекорд У 1963 годзе 25 и 26 липеня поветра у Лиде програвалася до 34 градусов У 2010 23 липеня было плюс 33, а 23 липеня у 1959 – 32 Колеслопок термометра наближается до отзнаки плюс 30, або перевышая ее, рызок для здоровья человека повеличивается Тепловые солнечные удары, обезводживание, повышение артериального отсиска – это основное наступство спякоты Медики райць, как их побегнуть, треба притримливаться певных правил Перед выходом на улицу обязательно одевать лёгкую одежду, желательно светлых тонов На голове должен быть головной убор тоже светлого цвета При выходе на улицу надо обязательно с собой иметь бутылочку с водой И подчёркиваю, вода должна быть негазированная, вода должна быть тёплой температуры Потому что если пить очень холодную воду, то в период жары иммунитет человека снижается И это повышает риск заболевания ОРВИ, а также ангиной Особое внимание следует выделять детям Прогулки с детьми надо, чтобы были до 11.00 или же после 17.00 Потому что с 11.00 до 17.00 пик солнечной активности И в это время опасно получить тепловой или солнечный удар Спякота застает людей не только на улице, а ле и дома Кондиционер, тевентилятор мают с далёка не усе А лишь справиться с горадшим поветром у хати можно и без техники Находясь постоянно дома, чтобы избежать перегрева комнаты От воздействия солнечных лучей Надо проветрить помещение желательно в утренние и ночные часы А днём, чтобы в комнате было прохладно, надо наоборот, чтобы окна были закрыты И завешены светлыми шторами Это избегает проникновения тёплого воздуха и от перегрева помещения И тогда в такой комнате находиться легче А ночью, когда температура снижена, окно должно быть открыто Тогда есть помещение доступ холодного воздуха И в этом помещении будет находиться намного легче Спякота тягнет людей до водоёма, у пляжа, у горячей дни переполнены Вода же может быть и к выротованию от высоких температур, так и небезпекой И про это постоянно говорят выротовальники И они нагадывают, плавать можно только в специально отведенных местах и у тверозом стане Увесь час необходимо сочить за детьми Хотим ещё раз, который раз напомнить о том, что алкоголь при употреблении алкоголя при купании Смертельно опасен, особенно в такую жару Ещё раз напоминаем, что необходим строгий, полный контроль за местонахождением своих детей Которые в обязательном порядке также будут приходить на водоёмы Ну и хотелось бы пожелать людям, у которых есть какие-то хронические болезни И хотелось бы пожелать, чтобы для них жара не так повлияла на их состояние Потому как нахождение в воде таких людей чрезвычайно опасно Потому что вода, прохладная вода и жара провоцируют сердечно-сосудистые, какие-то неврологические приступы и так далее В связи с тем, что массово люди приходят на водоём А количество спасателей, к сожалению, увеличить мы не можем Поэтому приходится работать в таком более авральном режиме, если это можно так сказать Ещё хотелось бы отметить обстановку по ночам Тоже наша Лида не спит ночью И в районе Лицкого озера тоже много отдыхающих Хотелось бы пожелать всем счастливого отдыха и не нарушать правила поведения на воде Лицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии постоянно сочит за якостью воды в зонах отпочинку В связи с выявлением у городским в озере бактерий сальмонелла типа «Б» с 20-го липня у им было обмежевано купание детей Сегодня заборона снято Взятые повторные пробы воды были чистыми По результатам последних наших исследований, которые были проведены и результат получен сегодня Вода соответствует гигиеническим нормативам Этот положительный результат отсутствия неблагополучия уже повторно установлен То есть уже два результата у нас стандартной воды Поэтому мы сегодня выносим уже разрешение на возобновление купания без ограничений для всех групп населения Не сприяют высокие температуры и поездкам на автомобиле, особенно на далекие отлеглости У спякоту водители больше худко стомляются, их увага рассеивается, а реакция значительно погаршается У некоторых заявляются головокружение, вялость, сонливость У всех это может закончиться здоровьем на дороге, або добьется на здоровье человека Самое главное правило при езде в жаре – это пользоваться автомобилем только в крайней необходимости Если все-таки нет возможности отказаться от автомобиля, необходимо отправиться в дорогу Необходимо запастись водой, также пользоваться кондиционером, даже если вам необходимо приехать маленькое расстояние Спякотно на двор я буду шепановать на территории Беларуси Тому про свое здоровье кожному треба помнить, незалежно от взрослого и профессии 20 участников, 7 из них с уловом и 1 победитель А также много юмора, хорошее настроение, дегустация ухи и других рыбных блюд Таким получился конкурс «Хватская вуда», который определил лучшего рыбоколицкого района За всем происходящим на живописном берегу Немана у агрогородка Песковцы наблюдала Ольга Купрашевич В выходной день в 7 часов утра взрослые дети обычно спят Но это только те, кто не любит рыбачить Для рыбаков же это самое лучшее время посидеть на берегу водоема с удочкой Утром в минувшую субботу 20 человек разместились у Немана в районе агрогородка Песковцы Чтобы показать свои рыбацкие способности, преподать мастер-класс коллегам по хобби И, конечно же, побороться за звание лучший рыбак Лицкого района По словам конкурса ловить рыбу они могли только до 12 часов Не запрещено было в этом деле использовать свои рыбацкие секреты В полдень конкурс был завершён. С уловом оказались лишь 6 его участников Пока претенденты на звание лучший рыбак Лицкого района делились впечатлениями от рыбалки Гости праздника не скучали Организаторы конкурса под названием «Хватская вуда» Работники Песковского дома культуры и Лицкого районного центра культуры и народного творчества Позаботились о насыщенности программы Главным героем которой был Нептун Всем на празднике смеяться, шуток, смеха не бояться Быть во всех его затеях, веселиться не робея Всем песни петь, гулять, да рыбацкий день прославлять Работники культуры пригласили и взрослых, и детей поучаствовать в конкурсах русалок Повеселили шутками и, конечно же, подарили им свои лучшие музыкальные номера А ещё для всех хозяйки приготовили не один десяток литров ухи Набор продуктов у каждой вроде бы был одинаковым, но вот вкус её отличался Свои личные секреты в приготовлении ухи они не раскрывали Единственное, чем поделились, так это тем, что готовить всегда нужно только с хорошим настроением Тогда любое блюдо удастся Я считаю, что уху приготовить – это не просто так Это не суп сварить Это надо с вечера или даже с утра лучше сходить на рыбалочку Споймать рыбку, чтобы рыбка была свеженькая И лучше, чтобы были ёршики Ну, если уже не получается ёршиков, значит, можно с таких, яких наловили Ну, потом, конечно, уха должна вариться обязательно на костре Казанке или чугунке Чтобы чугунные стеночки были Чтобы она действительно там пропахла всем, как говорится Немножко картошечки, немножко морковочки Всё это пусть поварится А потом, самое главное, рыбка Рыбку забрасываем, почистите кусочками Ну, сначала надо положить хвостик и головку, чтобы всё это наварилось Навар, чтобы был А потом бросаем серединку уже порезанную Ну, и потом, в самом конце приправы Желательно укропчики, петрушечки не жалеть Вот и всё, весь рецепт Несмотря на многообразие развлечений, все участники праздника ждали подведения итогов конкурса «Хватская вуда» Лучше бы рыбака Литского района определили весы Жюри при помощи весов определило победителя Мы довольны этим конкурсом о том, что, в принципе, давние традиции этого прибрежного населённого пункта остаются Они продолжают, ну, скажем так, традиции своих дедов и не забывают свою рыбалку Поэтому спасибо всем участникам, кто участвовал в этом конкурсе Улов Ивана Урбановича из Песковцев составил 65 граммов Его односельчанин Сергей Богдель поймал больше на 15 граммов Обрещанин Глеб Поличук, который сейчас отдыхает в лагере понемонцы, вытянул из Немана 230 граммов рыбы Николай Ермаков из Лиды и Иван Кучура из Песковцев словили по 680 граммов Победителем же конкурса «Хватская вуда» стал племянник Ивана Кучуры Сергей Пойманная им щука весила 795 граммов Сергей вырос в Песковцах, но сейчас живёт в Заславле Однако о малой родине не забывает Знаете, секреты любой рыбак, наверное, не станет выдавать Но рыбачу я здесь очень давно, наверное, с детства И знаю все места, где можно поймать хороший улов Ну и удача мне улыбнулась сегодня А вы надеялись сами на то, что вы станете победителем? Надеялся? Да нет, я был, наверное, уверен Конкурс рыбаков «Хватская вуда» – брендовое мероприятие Песковского Дома культуры Впервые оно было проведено пять лет назад И сразу же пришлось по душе сельчанам Как отмечают организаторы мероприятия Оно позволяет и посоревноваться в мастерстве любителям рыбалки И отдохнуть в компании односельчан местным жителям В конце выпуска новости спорта Хоккеисты Лиды продолжают подготовку к предстоящему сезону После двух поражений в товарищеских матчах с Гродненским Неманом и Молодечнинским Динамо Личане в минувшую субботу одержали победу в противостоянии с юношеской сборной Беларуси Составленной из игроков не старше 18 лет Встреча завершилась уверенной победой Лиды 3-1 Футболисты Лиды завершили борьбу за Кубок страны на стадии 1-16 финала В пятницу они крупно уступили в домашнем матче представителю высшей лиги Минску со счетом 0-3 Напомним, после перерыва возобновляется борьба в чемпионате страны по футболу в первой лиге Первый матч второго круга Лида проведет на домашнем газоне в субботу 4 августа Ее соперник Слоним-2017 Встреча состоится на стадионе «Юность» начала в 18 часов И это была последняя информация выпуска Хорошего вам настроения и пусть погода не скажется на здоровье До свидания Партнер программы «События» Лидский хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лидский хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лидский хлеб выпечен с любовью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова